для меня это уже второй раз на подобном ивенте и хочу сказать что мне очень нравится эта инициатива и вы всем большие молодцы потому что по моему скромному мнению люди которые ходят на митапы они более продвинутые и у меня было не раз такое в своей практике когда ты делаешь что-то у тебя что-то не работает и тебе буквально там за короткое время приходит в голову мысль которую ты услышал на митапе потому что митапы это вот наша концентрированная боль переданная вам в опыте в виде презентации сегодня я хотел бы с вами поговорить про многопоточность но у джесс про мультипроцессность проток как улучшать наш перформанс при помощи трюков которые сегодня покажу в целом я надеюсь получится интересно давайте начну коротко с того кто я вообще такой я разработчик в голландской компании юви мы большая b2b компания компания которая делает большие b2b проекты у нас есть часть компании которая работает как аутсорс и часть компании которые разрабатывают свои продукты я состою в продуктовой команде наши клиенты это национальная почта голландии какие-то большие производители различного рода вещей для строительства и так далее в то же время я являюсь кофаундеров такого проекта как спикер синьей спикер синьей это платформа спикеров на которой будут выкладываться и уже есть первое интервью вот с никитой галкиным можете зайти посмотреть целью этой платформы является донести до аудитории больше информации про спикеров потому что к примеру вот я вышел и вы не знаете что я за человек какая у меня история я возможно вообще эту презентацию нашел на слайдшер скачал вызубрил и вот сейчас вам буду с умным лицом все рассказывать поэтому находите в соцсетях подписывайтесь и я думаю что это будет полезно вот о чем мы сегодня более детально поговорим первое что первое чего я хотел бы коснуться это вообще теория многопоточности и и базовые концепции что зачем и куда второе это многопроцессорность то есть мультипроцессорность но в ноу джесс когда у нас запущено не одно приложение а несколько к примеру при помощи кластера того же потом непосредственная реализация многопоточности в ноу джесс которую мы получили вот недавно и закончить хотелось бы новыми фичами которые в появились в последнем релизе ноу джесс и вот там никита уже упомянул что в октябре нас ждет новая лтс к и в конце будет возможность позадавать вопросы вот хочу начать с такой небольшой истории был кейс когда нужно отправлять кучу эмайлов нашим клиентам и эта штука выполнялась довольно долго и нужно было успевать за минуту то есть клиент совершил какое-то действие вам нужно прислать ему например чек пример там уклон uber да когда вы проехали вам сразу высылается мл когда клиентов много эта штука прилично тормозит что собственно и произошло клиент пришел и сказал чуваки эту штуку нужно как-то исправить нужно с этим что-то сделать и собственно что мы делаем какие наши действия но прежде всего мы соглашаемся потому что клиент прав и мы идем мониторить мы идем смотреть как-то профилировать наше приложение пытаться разобраться где то тормозит сколько времени какая функция занимает где у нас там проваливается там киширование отваливается где нужно там инвалидировать киши короче куча 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 действий я надеюсь мы это делаем не консологами потому что кто-кто кто профилирует консологами есть такие люди клуб анонимных консологистов вот есть классная туза называется new relic мы ее уже помянули вот в предыдущем докладе косвенно в чем она заключается это на самом деле платная туза но если у вас достаточно большой проект она стоит там недорого эта штука реально помогает то есть вы подтягиваете пакет который полностью мониторит ваше приложение дает максимально возможное количество метрик и эти метрики зачастую полезны есть много альтернатив просто для примера потому что важно понимать что если мы делаем что-то руками у нас не всегда есть опыт чтобы сделать это правильно поэтому хорошим подходом является при выборе подобных вещей посмотреть как это сделано у других хотя бы то есть там у каждого из каждой из этой тузы есть trial да можно просто взять попробовать trial и понять нужно вам это или нет то же самое при разработке какого-то я не знаю нового функционала можно конечно с умным лицом героически пилить свой велосипед но как показывает практика лучше а либо взять и переиспользовать уже готовое решение либо посмотреть каким образом было реализовано в другом пакете да и применить те хорошие подходы и те мысли которые там взял разработчик при разработке этого проекта и применить у себя на проекте вот мы пытаемся разобраться где же bottleneck это виновата но да это виновата база данных это виноват connection это виноват вообще клиент потому что он сидит я не знаю где-то в эфиопии и у него 2g интернет 10 килобит в чем вообще собственно проблема и для того чтобы ответить на этот вопрос нам важно понимать вообще каким образом работает но у джаз потому что но уже сегодня это основная тема основная технология значит вот сколько людей здесь работает с ноу джаз на постоянной основе кто работает с ноу джаз больше года почему новые руки появились нормально давайте посмотрим на вот такую штуку не люблю подобного рода картинки но тут не обойдется без этого мы знаем что ноу джаз это сервер сайт платформа которая работает с ведь ведь это наш движок и основная концепция нашего ноу джаз приложение в том что она асинхронная и в нем присутствует event loop то есть что происходит когда клиент делает запрос мы создаем какую-то задачу в нашем и вант лупе мы эту задачу выполняем героически да если это асинхронная задача то мы добавляем в очередь микро таску что вот там типа через какое-то время разрезал в эту микро таску и таким образом у нас получается реализация нашего и вант лупа в то же время ноу джаз работает под капотом с либьюви либьюви это c++ тулза скажем так c++ тулза которая уже дает доступ к системным ресурсам которая там позволяет вам использовать потоки и подобные вещи но важно знать что сам по себе ноу джаз он однопоточный он построен на событиях то есть основная концепция это event emitter при этом всем он асинхронный то есть действия выполняется не одно за другим когда к примеру у нас пришел клиент и сказал там дай мне ты вытягиваешь все select из базы данных да и у тебя поток просто замерз то есть ничего не происходит в это время вот это плохая практика ноу джаз асинхронный поэтому важно работать именно с пониманием вот этой асинхронности что у тебя есть возможность и это правильный подход выносить максимальное количество действий в асинхронную скажем так модель я эту штуку не сам делал не сам придумал поэтому хорошей практикой является давать ссылочки да это ссылка на ссылка на статью в которой это было указано в статье тоже есть примеры кода можно будет посмотреть вот в чем основная мысль в в том что нам нужно более эффективно использовать наши ресурсы потому что наши ресурсы не безграничны и конечно клёво иметь возможность горизонтального масштабирования да но а в чем тогда прогресс в чем тогда улучшение зачем нам тогда как-то копать дальше зачем нам разрабатывать более мощные процессоры то есть мы упираемся фактически в то что уже есть и у меня недавно состоялся разговор касательно artificial intelligence касательно искусственного интеллекта и мы так встали вот эту дискуссию и друг говорит ты понимаешь что то что там на google а его презентовали что искусственный интеллект может эмулировать человеческий голос да то что он может делать заказы то что там это вот будущее это еще не значит что мы научили его мыслить опять же это очень холиварная тема потому что развивать там что такое мыслить что такое генерировать новые решения т.д.т.п. но вот эта штука стала доступна нам буквально недавно когда наши процессорные мощности позволили нам выполнять такого рода задачи но все еще все еще этого мало потому что когда говорят по поводу того что вот как там versalchic учи джаз потому что через пять лет верстать будет компьютер возможно возможно но когда мы говорим про какие-то более сложные задачи я думаю что до этого дойдет не так быстро и в целом если вы ноу джаз разработчик у вас есть задел больше чем у верстальщиков поэтому учите моду вот такая отсылочка вот достижение до достижение эффективности возможно за счет конкурентного за счет конкуренции конкуренции это термин который подразумевает под собой что вы можете выполнять больше в промежуток времени то есть у вас есть возможность запускать один два три пять м тасок одновременно и таким образом мы будем расти вертикально вот важно понимать что у нас есть несколько видов задач первое это задачи ввода вывода то есть это подключить там сетевые подключения это работа с базой данных работа с файловой системой эти задачи они сложные они считаются трудозатратными и это все что о них нужно знать второе это cpu bound то есть задачи которые грузят наш процессор в данном конкретном случае задачи которую я пытаюсь объяснить это задача отправки мл большому количеству людей как можно быстрее это задача в ввода вывода это задача спама да не без этого но что делать что делать с этим ничего не поделаешь вот и такого рода задачи на самом деле решаются не многопоточностью а решаются просто расширением наших мощностей при помощи кластеризации кластер да кластер это когда мы запускаем несколько инстансов скажем так нашего приложения для того чтобы получить дополнительные ресурсы для того чтобы лучше понять эту тему важно задать себе вопрос а что такое вообще процесс в нашем компьютер сайенс понимании на этот вопрос можно ответить довольно просто процесс это экземпляр программы под которой выделено адресное пространство памяти под которой выделены ресурсы под которой у нас есть скажем возможность использовать эти ресурсы эти ресурсы они ограничены мы всячески там работ ну то есть мы в ноги и в джаваскрипте в целом не сталкиваемся с работой памяти дал там это решается на более глубоком уровне динамическое выделение памяти т.д.т.п. но все-таки у ноды есть ограничение в по моему один полтора гигабайта на процесс то есть если вы выходите за это значение то ваше приложение либо падает либо жутко жутко тормозит то есть типа ваш поток замирает и ваши клиенты ждут потом 5-7 секунд авторизацию например казалось бы простой процесс вот для того чтобы работать с кластеризацией и для того чтобы выполнить поставленную задачу правильно и эффективно нам необходимо использовать пакет который идет в дефолтной поставке то есть он у нас уже есть в по умолчанию и этот пакет это child process у child процесса есть буквально несколько методов и мы будем говорить сегодня про метод fork в чем его суть в том что мы создаем fork от нашего основного процесса и переносим логику выполнения или там какие-то дополнительные задачи в этот самый child процесс происходит следующим образом мы указываем мы указываем файл который нам нужно запустить в этом процессе то есть это может быть либо какой-то модуль либо это может быть какое-то вообще приложение еще один инстанс нашего приложения после чего мы передаем этому процессу наш там массив и мэйлов да и там говорим работай просто работай и когда мы мы подписываемся на какие-то notification от этого процесса в данном конкретном случае это notification message мы слушаем там вот эта задача была выполнена да мы можем двигаться дальше таким образом мы распределяем ответственность и получаем улучшение нашего перформанса вот логика которая хранится в этом child процессе предельно проста то есть у тебя есть там метод условный асинхронный метод потому что мы не делаем синхронных операций в таком духе потому что отправка работа скажем с ой ол это сводом-выводом это всегда асинхронная модель для того чтобы не блокировать поток для того чтобы это работало быстро по выполнению мы отправляем message то есть когда создается процесс у нас создается двухсторонняя связь с родительским процессом и мы имеем возможность общаться важно понимать что когда мы говорим про процессы в нашей операционной системе эти два процесса они практически ничем не связаны то есть до моды 10 и 5 у нас была необходимость высчитывать в каком процессе мы находимся мы находимся в дочернем процессе или мы находимся в parent процессе потому что есть метод там что из из parent и он возвращает если он возвращает 0 это значит что ты в родительском процессе если нет он возвращает тебе айдишник процесса перейди процесса вот здесь мы выполняем поставленную задачу и когда задача выполнена мы отправляем notification в мастер процесс в родительский процесс о том что вот задача выполнена двигайся дальше это что касается процесса процессов вот до этого эта штука занимала у нас три минуты после этого это занимает 24 секунды все из-за чего то есть я извиняюсь за то что у нас нету дамки но эту штуку на самом деле довольно сложно вынести в дамку и правильно показать то есть мы бы не ждали три минуты и я бы не хотел отправлять нашей клиентской базе мэйл типа я тут на маленькой логика можете пожалуйста посмотреть вот эта штука была ускорена за счет того что мы разделили логику выполнять логику отправки и логику вообще постановки задачи в разные процессы и эта штука работает решено да вопрос так и все что робот все робот моё в данном случае да смотри он не существует до момента когда пока ты его вызовешь то есть мы делаем каким образом мы создаем этот процесс он выполнять задачу мы его закрываем прикол в том что ты при помощи много про мультипроцесс насти у тебя выделяются дополнительные ресурсы именно и в чем именно вот смотрите ограни это ограничение системы в которой ты упираешься в чем была проблема в том что когда ты пытаешься отправить очень много данных собственно у тебя забивается пул и тебе нужно получить дополнительные системные ресурсы для того чтобы это выполнить мы это можем сделать посредством объяснить свою позицию в таком случае я говорю не про ну продолжу закончилась лепью вея стандартный их можно сбежать там а их подополку 4 их можно выбрать но ты их не используешь ты используешь просто таску якая абстракцию над потоком давайте так абстрагируем это в такой термин как говорил никита connection leaks окей движемся дальше или давайте разберемся в терминологии потому что мы немного запутались у нас есть пул коннекшенов к которому мы обращаемся и который мы можем исполнять у каждого процесса есть свой пул коннекшенов и у каждого процесса в то же время есть пул потоков это лимитировано ограничениями каждой системы говорил никита вот в предыдущем докладе про то что у тебя на уровне системы пул коннекшенов в этом 2000 до да давайте давайте по вопросам в конце этот лимит есть окей есть еще классная штука когда ты создаешь дочерний процесс это иногда нужно для профилирования есть просто стойку то есть мы можем назвать наш процесс каким-то вменяемым именем и отслеживать его уже по этому имени прикол в том что по умолчанию тебя процесс называется нода и это бага еще до сих пор есть в ноге 10 в 10 ноги у тебя по умолчанию называется нода и у тебя выделено определенное количество памяти под название процесса и когда ты пытаешься изменить изменить это название на более длинная то она обрезается и у тебя будет только четыре символа типа эту штуку я думаю что скоро пофиксит вот второй момент что есть что делать если наша таска она не провод вывод она про вычисление короткий ответ не используйте но джесс но скажем так не всегда не всегда получается вынести как говорил никита опять же ссылаюсь на то что не всегда можно вынести логику вычислений в базу данных да не всегда можно вот решить подобным образом переложив на чита плечи эту задачу и нам все еще необходимо делать какие-то вычисления в ноги большие тяжелые вычисления торги чего мы здесь фактически собрались но джесс 10.5 презентовала новую фичу и эта фича она называется working threads worker threads то есть у нас есть доступ к потокам важно различать есть понятие ну в русском языке нету различия поток поток нашего процессора они про стримы которые являются лишь абстракции разделение данных на большое количество кусочков вот много по точность это вот тот самый способ выполнять больше задач в одно и то же время потому что если мы говорим про одна по точность то наши скажем так наша нода работает в одном потоке когда мы говорим про многопоточность то есть мы не используем всю мощность доступную нам на нашей машине поскольку чаще всего сейчас уже машины там четырех четырех ядерные дату с нас есть четыре ядра к которому которые мы можем всячески грузить использовать вот мы как люди мы многопоточны кроме одного момента когда мы чихаем да когда мы чихаем нас все замирает и мы можем делать только это вот как это использовать поскольку эта фича да эта фича она полезна тем что нам не нужно гонять данные в чем проблема мульти скажем так мульти процессного подхода когда ты передаешь данные с одного процесса в другой важно понимать что процессы работают с разными адресными пространствами и как только ты передаешь там например через одном процессе массив email of и ты передаешь его в другой важно понимать что этот объект создается в памяти передается не ссылка а именно новый объект то в подходе многопоточном у нас есть benefit в том, что мы используем то же самое адресное пространство и мы фактически не гоняем данные, а мы работаем с той же памятью, мы передаем только ссылки, и это уже по умолчанию benefit. Вот. Да? Питание конфликта по ресурсам, вы можете выназначить? В каком плане? Когда два утопа в годов и делянки взлетаются, или да, хороший вопрос, спасибо. Если не услышали, повторю, может ли быть конфликт, когда два потока обращаются к определенному, к одинаковому, одинаковой части памяти? Эта штука решается, опять же, это касается race condition, да, то есть что выполняется быстрее, кто, что делает с этой памятью, и это решается посредством монитора. Это штука, которая работает внутри, то есть когда вы работаете с какими-то данными, то это обрабатывается на уровне системы, я в данный момент, скажем так, не могу углубиться в эту тему до конца, поскольку я не являюсь, скажем так, специалистом в… Там все просто, там монитором заплакируется, перемены блокируются, ждется, пока закончится… Именно. Вот. Короче, блокировка. Это, да, обычная блокировка, но поскольку, скажем так… Да. Да, но часть просто не мешает, на самом деле, эта штука, просто абстракция на это, я знаю. Вот. В данный момент это экспериментальная фича, и ее нужно запускать с флагом, экспериментально это значит, что API может быть изменено, но уже намечены основные кондишены, как это будет работать, основное, скажем, API уже проработано. Запускается это последующим образом, то есть мы запускаем нашу обычную ноду с флагом, да, эту штуку можно настроить в endconfig и так далее. Вот. Как это работает? То есть у нас, как только мы запускаем ноду с флагом, у нас появляется поддержка вот этого пакеджа, модуля worker-thread. Если мы запускаем без, то нам будет выброшен exception. У этого worker-thread есть похожая API на мультипроцессность, за небольшими исключениями. То есть мы просто вытягиваем необходимую нам часть этого пакета для того, чтобы инициализировать этот worker. Я обернул это в функцию для того, чтобы с этим было проще работать. Мы создаем новый worker, и нам важно указать путь к тому, что мы запускаем в этом worker. То есть это может быть либо путь системный, либо мы можем указать ссылку на наш пакедж. Вот. Worker-data – это данные, которые мы можем отправить для… наши собственные данные, которые мы можем отправить для идентификации этого потока. То есть у потоков есть thread-id, у потоков есть возможность узнать в главном ли ты потоке. То же самое, что и мультипроцессность. Также он работает с тем же event-эмиттером. То есть мы отлавливаем сообщения, мы отлавливаем ошибки, и мы отлавливаем, когда этот поток завершает свое выполнение. Вот. Когда мы говорим про использование вот этого, то есть мы создаем наш worker, мы подписываемся на его изменения. Мы слушаем эти изменения, по изменениям выполняется callback, и мы уже имеем возможность хендлить изменения. С внутренней части, скажем так, с неглавного потока у нас есть возможность то же самое, отправлять сообщения и держать связь с главным потоком. Это делается посредством того, что мы вытягиваем parent порт и отправляем ему, делаем постмесседж в этот parent порт. Мы можем передавать все, что угодно. Мы можем передавать либо объекты, либо строки. Короче, в этом плане ограничений никаких нет. Есть, как я уже сказал, из MainSuite, то есть не нужно париться вообще с вычислением того, child это процесс, parent процесс, главный поток не главный. Это все работает просто. Вот. Давайте посмотрим небольшую демку. что если вам все-таки пришлось выполнять какие-то вычисления в ноге, поскольку, объясню ситуацию. Иногда клиенты, так, тут видно, нет? Вот. Короче, объясню идею. Бывают проекты, если мы говорим, например, про аутсорс, когда у тебя нет влияния на клиента, и как клиент говорит, так ты и делаешь. То есть ты говоришь клиенту здравые мысли, ты говоришь о том, что Node.js не про это, не делай этого. Он говорит, а я хочу блокчейн на Node.js, я хочу, чтобы у меня блоки создавались в Node.js. Вот. Это подход работающий. В чем тут суть? Мы просто создаем какие-то калькуляции, то есть мы высчитываем, допустим, мы высчитываем новый блок. Одна функция – это миллион операций. Три функции – три миллиона операций. Я тут профилирую при помощи console time, для того, чтобы просто увидеть, что с этого, сколько это время не займет. Давайте посмотрим на примере. Мы запускаем вот эти три миллиона операций, и они типа что-то считаются, 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 и нам выводит время 7 и… да, 7,5 секунд фактически. У меня есть второй пример, написанный на… сейчас… ага, сейчас… секунду… два Даши… окей… Три персонала проверили. Классически запустилась вроде бы. Да. Вот. И эта штука отрабатывает быстрее. Все почему? Потому что мы рационально используем наши… возможности нашего процессора. Мы… у меня процессор в данном случае четырехъядерный. я создаю еще три потока, и они выполняются параллельно. То есть эти вычисления выполняются логично быстрее. Давайте вернемся к презентажке. Да, давайте посмотрим этот код. То есть все то, о чем мы говорили. У нас есть функция создания… функция создания воркера. У нас есть результат, и у нас есть проверка на… закончили ли мы. То есть что мы делаем? Мы создаем три воркера, то есть у нас есть основной поток и три воркера. В каждом из воркеров мы проверяем… мы проверяем, закончилось ли выполнение. То есть мы суммируем… суммируем результат, который пришел. мы добавляем каунтер. Если каунтер три, то есть количество потоков, которые мы запустили, соответствует нашим ожиданиям, то мы выводим значение и заканчиваем выполнение. Вот и все. Сама функция в потоке – это то же самое, то, о чем мы говорили. То есть мы просто берем, создаем функцию тяжелого вычисления и передаем его в parent, в parent поток. Да. Скажем, эта штука работает, но это теряет смысл, потому что… что-что? Не завжди. Приведите пример тогда. Например, каждый пункт может выполнить свои функции, працювать с разными ресурсами и практически как одночасно можно это стереотизировать. Это на рейт-системе не делается. Есть системные скеджулировки, какие-то дают… А, у нас есть скеджулировки? Да. Типа, аутлук – это штука, которую мы можем сделать. Ясно. Окей. Да, у меня с утра это заняло 5,6 секунд, а по выполнению 2,3. То есть все равно мы видим, что… Да, ну это нода. Что это работает? Более того, нода кеширует какие-то вычисления, то есть на уровне системы, и это работает. Вот. Soft. То, о чем мы говорили, что важно понимать, что есть смысл запускать количество воркеров по количеству доступных ресурсов. Эту штуку можно вытянуть при помощи пакеджа ОС, и мы можем узнать, сколько у нас в системе доступно ядер. И таким образом принимать уже решение и делать это динамически. Поговорим про то, что нам будет доступно уже вот-вот, когда 10-ая нода станет LTS в октябре. Вот. Доступен будет Console Table. Console Table доступен давным-давно во фронтенде, но в ноде этой штуки не было. Я тоже хочу показать небольшой пример. Console Table – это вывод в консольку, например, в нормальном человеческом читабельном виде структур данных, с которыми мы работаем. Это могут быть как… Первое – это объекты, второе – это массивы с заданной структурой. Опять же, это все более читабельно, чем когда мы выводим JSON String DeFi и пытаемся что-то разобрать. Или пишем влогер. Вот. Это для тех, кто использует Console Logi для профилирования и вообще. Но не признавайтесь. Так. Блин. Вот. Второй момент. В Package Util добавлена возможность делать проверку на тип. Причем типы идут здесь не классические, ну, типа классические, но то, что обычно сложно проверить. То есть можно проверить там на RA-буфер, можно проверить на map, можно проверить промисли это, можно проверить, является ли это, к примеру, асинкронной функцией и так далее. Все эти штуки будут доступны уже с следующего релиза ноды. И последнее улучшение, которое я считаю самое важное, это то, что V8 был обновлен до новой минорной версии, но все равно это значит, что у нас улучшен перформанс по умолчанию. То есть это та причина, по которой нужно держать, ну, одна из причин, почему стоит держать последнюю версию технологии у себя на, скажем так, на проекте. Мы получаем по умолчанию улучшенный перформанс от тех, кто эту платформу разрабатывает. И это самый, ну, скажем, такой дешевый способ брать лучшее. В завершение хочу повторить то, о чем мы говорили. Когда мы говорим про операции с вводом-выводом, то тут нам помогает кластеризация, тут нам помогает мультипроцессный подход. Когда мы говорим про сложные вычисления, когда мы говорим про занимание процессорного времени, мы говорим про многопоточность. Третья аннотация, которую хочется напомнить. Прости, пожалуйста, я просто не знаю, какую причину. Давай послушаем, делай громче. Да или ты не разговариваешь, прямо эфир хотел помнить. Вот. И третье, это важно помнить, что запускаем количество потоков по количеству физических ядер. У меня все, ваши вопросы. Сходу давайте по очереди.